Нам пишет дорогой Игнатий Лавкин, желая тронуть струны наших душ. 8 февраля 2022 года. Притчи, 3 глава, 34 стих. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Смирение несвойственно рабам. Они пока послушны и покорны. Им каждый день вза шеи по зубам и держат на работе с самой черной. Их в три погибели скрутило по нужде. Им некуда приткнуться и податься. Их обещания вилами по воде. В душе же ад, пылающий страсти. Пока над ними твердая рука, надсмотрщики, наручники. Их жалко. Они покорны. Но это лишь пока. Работа каторжная, корм и палка. От первой искры, слуха, мятежа. Они взрываются, выбрасывая грязь. Крадутся до хозяйского ножа. Всех раскулачивают, душат, сеют казнь. Свобода. Мир. Божественный закон. Недосягаемый плебейскому отродью. Им жизнь игра. Все ставится на кон. Характеристика для русского народа. У кроткого, смиренного в запасе, весь арсенал спокойствия в душе. За все благодарю. Какое счастье! Я со Христом. Я им спасен уже. Мой Бог располагает все ко благу. Мне светит утром яркая звезда. Без Иисуса не ступлю ни шагу. Страх Божий для меня его узда. Раскрепощенный духом испытания воспринимаю от его любви. Потери, гнет, искудное питание. До ус сражения. До большой крови. У верующих тайная молитва. Любое делание только для Христа. Свобода в рабстве. Тишина средь битвы. Обида, зависть не войдут в уста. 31 мая 2002 года. Игнатий Лапкин. Я вам благодарен и преподаю вам Божие благословения. Спасибо, Христов. Мы сейчас стоя встали, попросим брата сфотографировать. Продолжение следует.